Все, готова у нас Нет, просто ничего не готов Ещё раз Надо чузочку поднять Стоп Хорошо, хорошо Отлично Приветик, дорогие Друзья и зрители канала Лошади Ослы и Мулы Сегодня мы усложнили Немножечко задачку И переставили камеру Посередине поля И чуть-чуть подальше От конюшни На сколько? На 50 метров подальше Будет куда тянуться К своей конюшни Так Сегодня я хотела с вами поговорить О Такая тема Значит, лошадь Что это лошадь? Помощник Стой, 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 стой Хорошо Да, вот даже Бебисон Знает на каком-то уровне Что в комментариях пишет Что оказывается очень плохой звук Я буду стараться говорить громче И Пока что у меня нет возможности Приобрести такой микрофон Такую технику Которая смогла бы здесь выдерживать У меня есть Фотоаппарат Nikon Который Выключается Как только я начинаю снимать У меня есть Самсунг Который Телефон Который тоже Не тянет Батарейка долго Выключается Если я еще что-то подключу То это будет Вообще Обрезанный Новый Телефон У меня Там Камера Фиговая Хотя я туда Интересную камеру установила У Который У Будет Возможность Записывать На Блютузе Короче Я Хочу сегодня с вами поговорить Вот на такую тему Как Как Относятся Люди К своим лошадям Игрушка Или Помощник И то и то Верно Но Конечно Лошадь не может быть Игрушкой Она может быть Конечно Лошадью Хобби Лошадь Комбаньон Спортивная Лошадь Ну и Конечно В хозяйстве Для кого-то Самый настоящий Помощник Лошадь Вот Я вот про это говорила В одном из своих Видео Что потом начнется Мошкара Тут уже Ни глаз Ни рот Не откроешь Фу блин Залепили В общем Это Так это И блютуз не понадобится Мне Короче Девочки Когда Лошадь В хозяйстве Работает То в этом Ничего плохого Нету Если На ней Сидя Пастут Коров Или Овец То что в этом Блохого Или Перевозят Какие-то грузы Как то Молоко Например От овец В трудно Проходимых местах Греции До сих пор Есть такие Хозяйства Ну как Некоторые Пасут Не только не на камеру Некоторые Пасут Своих Животных Типа Коров И Овец В горах То В таких местах Где техника Не Не может Подступиться А Молоко Не Молоко Продолжает Доить Молоко И Его Надо Отправлять На точку Откуда Машина Молочная Будет Забирать В этих ситуациях Помогают Людям Лошади Мулы Ослы Кстати О вопросе Для чего Нужны Ослы Ослы В Греции Как то В хозяйстве Особо Не используются Они Уже Их Вытеснили Вообще Машины И Лошади Мулы Но Вот Например Для производства Мулов Они Да Используются Для Для Чего Еще Для развлечений Некоторые Держат Осликов Вот Осел Ну Конечно Может Один Два Будет В хозяйстве Для размножения Ослиц Содержат В Греции Есть Несколько Три-четыре Фермы Ослины Для Молока Для Добычи Молока Значит С них Берут Молоко И Это Молоко Приезжают Великобританские Косметические Компании И Забирают Это Молоко Но Но Там Тоже Морока Такая Что Надо Особым Способом Охлаждать Сохранять И Молока Должно Быть Определенное Количество Молока То Эти Компании Конечно Приезжать Не будут Ну Вроде бы Один литр Такого Молока Стоит Около 30 Евро Я не понимаю Только Почему бы Не устроиться Такого Типа Конной Фермы Ну Кобыли Молоко Тот же Самый Состав Кобыл Дает Еще Больше Молока Может Лошадей Держать Затратнее Чем Осликов Ослики Они Неприхотливые И едят Что хотят В Ташкенте Ослов Использовали В качестве В этих Упряжные Да Они Тележечки Небольшие Таскали На себе Шарабара Тоже Работают Ну Здесь В Греции Скажем Так То Поколение Который Постарше Который Последний Магикан Они Еще Держат Осликов И Одевают Греческие Седла Самари И Возят Перевозят На них Бревна Там Чисто Помощник Домашний Зберь Ослы Вообще Очень Хорошо Идут Как защитники Стада Коз Овец От Волков И Собак Хотя Самих Осликов Волки Тоже За мило Душу Проглатывают Но Это Знаете Не Не факт И Не данность Тех Вещей Что я говорю У Кого-то Так У кого-то Здесь Однозначного мнения Не может быть Например Это же живое Все-таки Существо И Каждая Со своим характером Со своими способностями Для чего У меня Лошади Мои Вообще В кайф Просто живут Я их содержу Для Сохранения Пород Для спасения Породы Которую В свое время Государство Не поддерживало Ценность Она Видимо Как таковую Не имеет Какую-то другую В моду Вошли И Всякие Породистые Лошади Постепенно Вытеснили Вот этих Вот местных Лошадей В итоге На них Вот Какие-то годы Где-то 10 назад Если она Одна лошадь С греческой породы Стоила 1300 евро То В один миг Они обесценились И их цена Стала От 250 До 300 евро И Конечно Когда уже Такой ценности Не представляет Плюс Поддержки От государства Нет То их Все Благополучно Отправили в Италию На колбасу Очень жаль И тут Значит Когда их численность Совсем уменьшилась В Греции Вдруг Похватились Вот Дали вот такую программу Ну На счастье В Греции Таких людей Как я Вот Просто за идею Оказалось Немало Которые Сохранили И любят эту породу И понимают И несмотря на то Что на нее Упала цена Например Когда совсем цена упала Да я перестала Тоже Заниматься разведением И от коней Как таковых Отказалась И пере Перестроила Мое вот это Занятие Под хобби И тогда Я уже просто Занималась Верховой ездой Каждый день На трех лошадях И подготавливала Четвертую Как Я не знаю Как спортивные лошади Как скаковые Может быть Эти лошади Не подходят Эти лошади Греческой породы Ну Вот Выносливость Например У них Отменная Неприхотливые Тоже В еде Значит Их Выгоднее Намного Выгоднее В Греции Держать Именно Греческих Лошадей На мой взгляд Это мое мнение Каждый видит По своему Правда Так Ну Поэтому Однозначного Мнения Не может быть Лошадь Это хобби Или Для работы Кому как нравится Каждый Для своих целей Заводит Ведь Собачки тоже бывают Разные Одни собаки служат Охранникам И вот Например Сейчас В кадр не выпадает Кешка Иди сюда Ну вот Кешка рядом со мной Что то тут охраняет Он пастушья Собака Кстати Вот был вопрос Про какие в Греции Собаки Помимо разных собак Есть Такие Греческие Греческая овчарка Как совпадение Или как Идея Такая Я держу И собак Греческой породы Да Они мне очень нравятся Они Так же как и лошадей У них нет конкретных Там Данных Это Белые собаки С черными Отметинами Но Их характеристика Заключается В том Что Они Выносливые Они Здесь У нас Сейчас То ли Учение То ли Правда К войне Готовимся Военные самолеты Летают Да Вон он где Звук только сейчас Короче А почему то у них здесь Линия Над моей ферме Прям Вот сейчас они там Подальше Иногда прям над нами Пролетают Вообще Трындец Однажды я сфотографировала Замечательный такой снимок Сделала Вертолет Самолет И Какая то птица была То ли чайка Фиг его знает Сюда иногда залетают Какие то Аля морские Наверное У них тоже здесь Линия Они на море летят Через нас Вот Я однажды такой Снимок сделала Ой Раскрыла тему Не раскрыла Свое мнение Сказала Не сказала Сейчас Смоленько Ой Шлеми не почешешь Когда вот думаешь Голова чешется Заметили? Так Друзья мои Давайте я сейчас Подумаю Чего нибудь И придумаю Ох Какое то ведро на голову одело И все равно Крацается Да? Ну ладно Заканчивать видео Не хочется Чувствовать Что не раскрыла Тему И Говорить уже Ни о чем Короче Это неплохо Если вам лошадь Помогает в хозяйстве Или Оно у вас Для развлечения Скачете вы На ней Там Просто так Используйте ее Для барьеров Чтобы Поднять себе настроение Или Как вместо Тренажерного зала Вот например у меня Это Тренажерный зал Мои лошади Да? Я не хожу ни в какие Эти Гимнастические центры Я предпочитаю Верхом Покататься И лошадь позанималась И я И у всех хорошее настроение Правда ведь? И на природе Тишина Красота Поэтому Вообще никого не слушайте Держите лошадь Так как вам нравится Хотите вы ее в деньнике держать Если вы считаете Что так она Чувствует себя комфортно Так вы ее приучите Так ей действительно Будет комфортно Значит это правильно Хотите держать На открытом Участии В открытой большой Леваде Без домика Ну для меня Это немножко Так Ну если это Теплая погода И Нету Дождей Постоянных Как у нас например И вы ее закроете В компании В какой-то Леваде Где есть Высокие деревья И она может найти Летом в жару тень То это нормально Ветер То они мерзнут А потом простывают Это уже слизятся глаза Сопли Худеют Короче Чтобы поддержать здоровье Ваше животное Лучше Ему обеспечить Навес И пусть хотя бы Будет одна Стеночка Защищающая От ветра Но уже Будет лошадь себя Чувствовать комфортней Вот такое мое мнение Что Право выбора Всегда за вами остается Как вам удобно Так вам удобно А От меня Вам Самые лучшие пожелания Давай Давай я буду выключать Вот Берегите себя Своих лошадей Делайте что хотите Ставьте лайк К этому видео Подписывайтесь на канал Если не подписались Пишите в комментариях Свои вопросы Когда вы мне задаете Какие вопросы На какие темы Делать видео Мне во-первых Очень интересно И Ну я собственно Делаю такие видео Все Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok